Кадровые перестановки. В двух министерствах Тувы новые назначения. Финансово-экономические вопросы в Министерстве здравоохранения Республики будет курировать в ранге заместителя министра 46-летний Дмитрий Карымов. Об этом накануне в своем блоге сообщил глава Тувы Шалбан Караул. Ставлю задачу совершенствовать систему финансирования здравоохранения для реального повышения качества оказания медицинских услуг в Туве. Надежды возлагаю большие, так как послужной список у Дмитрия Юрьевича весьма солидный. Окончил Сибирский государственный медной университет по специальности лечебное дело. В 1999 году интернатуру по специальности социальная гигиена и организация здравоохранения. В 2008 году завершил обучение в Томском госуниверситете по специальности финансы и кредит. Начинал в Томской областной клинической больнице в качестве врача-интерна. Работал заместителем главврача по хозяйственной и коммерческой деятельности. Был на руководящих должностях Томской областной клинической больницы. Возглавлял Сибирский федерально-клинический центр ФМБА России. Сейчас решил вернуться на малую родину, в Туву. Родился в Кызыле, а отец в 80-х годах работал главврачом детской больницы. Нам нужны опытные специалисты, к тому же свои. Еще одно назначение в Министерстве экономики республики. Заместителем министра, курирующим вопросы среднего и малого бизнеса, назначен 30-летний Айдесат, выпускник финансовой академии при правительстве России. Работал в аудиторской и банковской сферах. С марта 2016 года возглавляет отдел территориального развития Министерства экономики республики Тува, сообщается на сайте правительства Тувы. Еще одно кадровое назначение в сфере здравоохранения. Руководить республиканским противотуберкулезным диспансером теперь будет Аяна Айун, которая в здравоохранении работает 18 лет, в том числе в противотуберкулезной службе, трудится с 2000 года. Работал участковым врачом-фтезиатром, заведующим противотуберкулезным отделением Тандынской ЦКБ, заместителем главного врача филиала «Болгазн» и противотуберкулезного диспансера республики. С марта 2017 года исполняла обязанности главного врача противотуберкулезного диспансера. 5 октября в России отпраздновали День учителя. В Кызыле на торжественном собрании, посвященной этой дате звания заслуженной работник города Кызыла, присвоено преподавателю физкультуры Кызылской школы номер 7 Дмитрию Чередниченко. Он, помимо организации походов, оборудовал в спортзале скалодром и обучает школьников скалолазанию. Его педагогический стаж в следующем году составит 20 лет. Медалью за вклад в развитие Кызыла отмечена одна из лучших учителей физики в столице и педагог школы номер один города Кызыла Галина Николаевна Сухова. Ее общий педагогический стаж составляет свыше 40 лет.